Всем привет! Добро пожаловать на канал Blinx House. И сегодня мы разберем отношения Дженни и Джи Драгона. Правда ли это? Хайп, прикрытие и так далее. Что ж, давайте приступим! Начнем с того, что Диспатч заявили, что Дженни и Джи Драгон встречаются уже больше года. По их словам, в Блэкпинг Дженни влюблена. Ее парень Йо Кумир Джей Ди. Это два айдола, представляющие YG Entertainment. На сегодняшний день они встречаются около года. Из этого же заявления уже можно задать один вопрос. Если они встречаются уже год, почему именно сейчас Диспатч решили раскрыть отношения? В чем смысл? По словам некоторых фанатов, недавно раскрыли скандал с одним из мэров Кореи, который покончил с собой в прошлом году. Появились обвинения в том, что он домогался до девушек. И именно эту новость хотят прикрыть отношениями Дженни и Джи Драгона. Далее некоторые фанаты подозревают, что это хайп к предстоящему камбэку группы, в которой состоит Джи Драгон, Биг Бэнк, или же сольного камбэка Джей Ди. Конечно, никто не может утверждать, что из этого правда и что неправда. Верить в это или нет, уже ваше мнение. Теперь давайте разберем сами доказательства Диспатча того, что Дженни и Джи Драгон встречаются. По их словам, Винхаус Джи Драгона надежно защищен двухэтапной системной проверки личности и имеет отдельный вход, что идеально подошло для высокопоставленной пары. Дженни зарегистрировала свою машину в системе безопасности, чтобы ей не приходилось подтверждать свою личность каждый раз. Когда она приезжала, затем она использовала отдельный частный лифт, который идет прямо в пентхаус. Согласно Диспатч, обычным ежедневным графиком Дженни было посещение дома Джи Драгона, после того, как ее деятельность заканчивалась в течение дня. Затем она возвращалась домой и на следующий день повторяла тот же график. Из фотографий Диспатч просто предоставили фото Дженни у дома Джи Ди и несколько доказательств. Ни одного совместного фото Дженни и Джи Драгона. В ответ на заявление Дженни и Вайджи опубликовали «Мы не можем ничего подтвердить о личной жизни наших артистов. Мы просим вашего понимания». Ну и по словам Диспатча, родные Дженни уже давно знают об их отношениях и они очень рады за то, что Джи Ди заботится о ней. Это, конечно, уже больше похоже на правду и они, правда, могут встречаться. Но это уже ваше решение, верить в это или нет. Но, судя по информации из статьи, фото слили те же сотрудники Диспатч, что и в 2019 году слили фото с Каем. Это значит, что они ежедневно сталкерят Дженни с 2018 года. Но в индустрии отношения и агентств к Диспатч ничего не меняется. Из этого вспоминается фраза Дженни «Оставьте мою личную жизнь в покое». Как же меня раздражают эти сотрудники Диспатч. Неужели вы просто не можете взять и оставить ее в покое? Она ведь тоже человек, которому нужна личная жизнь. Чтобы поддержать Дженни, в Твиттере все начали распространять фразы «We love you, Дженни! Always stay with Дженни!» Также начали выводить хэштег «YG Entertainment Take Action!» И хэштег «Protect Jenny's Privacy!» То есть защищайте личную жизнь Дженни. Давайте встанем на защиту нашей Нини. Также я вас прошу, не вступайте в конфликты и просто игнорируйте неадекватных персонажей, если вам такие попадутся. Пожалуйста, распространяйте все вышеупомянутые хэштеги. Абсолютно по моему мнению, я считаю, что они все-таки могут встречаться. И как бы это ни было, я надеюсь, что Дженни очень счастлива с Джей Дрэгоном. И пока они счастливы вместе, я очень рад за них и продолжу их поддерживать. Ну а сейчас мы подошли к концу этого видео. Пожалуйста, подарите много любви Дженни и защищайте ее. Да и не забудьте поставить лайк, подписаться, а также оставить коммент. Я, конечно, не забуду вам раздавать сердечки. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.